Шпаклюют, выравнивают стены, приводят в порядок потолок. В детском стационаре номер 1 на Льва Толстого полным ходом идет ремонт в гастроэнтерологическом отделении с июня 21 года. За плечами демонтажные работы, замена инженерных систем, перепланировка. Теперь предусмотрена игровая зона и палаты по возрастам. 36 миллионов рублей из 80 выделенных уже освоены. Завершить преображение помещений планируют в декабре этого года. Капитальный ремонт в здании поликлиники не проводился с 1975 года. Теперь здесь новые электрика и коммуникации. Конечно же, вскоре здесь появятся новые яркие дизайны вместо серых и монохромных стен. Пока отделение проходит ремонтную терапию, всех пациентов и персонал перевели в другое помещение. Медицинская помощь детскому населению не прекращалась. Гастроэнтерологическое отделение в настоящее время размещено на втором этаже здания круглосуточного стационара в педиатрическом отделении. Поэтому все дети, которые нуждаются в медицинской помощи в рамках специальности гастроэнтерология, получают медицинскую помощь в полном объеме. Они везде бегают, все трогают, все могут потрогать. Поэтому, конечно, хочется, чтобы было чисто, аккуратно, свежий ремонт. Наталья надеется, что в стационаре они с дочкой временно ждут открытия обновленного отделения. Ведь где комфорт, там и скорейшее выздоровление. В современных условиях и работа продуктивнее поддерживают медики. Хочется разделить детей по возрастам, иметь более комфортные маленькие палаты и жить и работать в хороших современных условиях. Новым технологиям в больницах быть в этом году на развитие регионального здравоохранения дополнительно направлено 354 миллиона рублей, часть из которых пойдет на ремонт учреждений и их оснащение. Деньги придадут на обеспечение деятельности государственных аптек и модернизаций, в том числе на внедрение платформы электронный рецепт, благодаря которой можно в приложении отслеживать историю болезни и список лекарств, прописанных врачом. Продолжение работы по установке компьютерного томографа. Компьютерный томограф будет стояться в городской поликлиник номер один. Соответственно, томограф будет оказывать медицинскую помощь. Исследования на нее будут проходить как взрослое население, так и, собственно, и детское население Ульяновской области. Медицина переживает сложное время. Под ударом ковидных волн система дала крен, но по-прежнему на плаву. Своевременная терапия здравоохранения уйти на дно не даст. Продолжаем держать курс. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73.